Театр «Глобус» представил самую масштабную премьеру сезона мюзикл Максима Дунаевского «Алые паруса». Команду для этого проекта формировали на протяжении нескольких сезонов. Специально для мюзикла театр купил водяной занавес, множество оборудования, сшил сотни костюмов. Постановщикам важно было сделать не кальку известного зарубежного проекта, а предложить зрителю именно российскую романтическую историю. Одним из первых зрителей, оценивших «Алые паруса», стал и наш корреспондент Алексей Кудинов. Для новосибирского «Глобуса» мюзикл-жанр давно освоенный. Естественно, за постановку «Алых парусов» здесь взялись основательно. Еще в прошлом году провели масштабные кастинги, на которых просмотрели десятки вокалистов, танцоров, актеров со стороны. До премьеры добрались самые лучшие из них. В этом спектакле единовременно участвуют около 80 исполнителей. И это только те, кто на сцене. А есть еще и оркестр. 30 человек, что даже больше традиционного бродвейского состава музыкантов. Ресурсов на этот проект в «Глобусе» явно не пожалели, показав зрителю и технические новинки, и театральные спецэффекты, и масштабную сценографию. История русского мюзикла, по большому счету, началась только 10 лет назад с Норд-Оста. Большая удача «Алых парусов», которые сейчас идут или готовятся к постановке в нескольких театрах страны, это сочетание хорошего либретта и музыки, написанной композитором Максимом Дунаевским. В ней смешались традиции как бродвейских произведений этого жанра, так и отечественной композиторской школы. Мне сейчас спрашивают, почему «Алые паруса» Грина? Ну, потому что вообще для каждого человека, русского человека, который вообще знаком с русской литературой, эта замечательная сказка была с нами всегда. Правда. И вот как бы она сама просилась на сцену. Ну, вот посмотрим, как просилась, что получилось. Романтическая история о том, как «Ассоль» ждала Грея, капитана корабля с алыми парусами, претерпела некоторые сюжетные изменения. Вариант Новосибирского театра не назовешь детской сказочкой. В мюзикле суровая, правда, жизнь с финансовыми трудностями, матросскими гульбами, судьбами дам полусвета и надеждой на прекрасное будущее. При этом все происходящее на сцене отличается от обычного драматического спектакля не только наличием песен. Ну, большая сцена, она, в принципе, предполагает широкие жесты, широкая игра. А это плюс еще жанр такой. То есть здесь можно, например, ну там всплакнуть на взрыд. Там, где, например, в драматическом спектакле, может быть, это было бы как-то невкусно. Здесь можно. «Алые паруса в глобусе» – пожалуй, один из самых масштабных спектаклей в истории театрального Новосибирска. Постановщики смогли угодить тем, кто пришел увидеть красочное шоу. А вот те зрители, что в мюзикле ценят не столько картинку, сколько вокал, найдут немало недостатков. В сколоченной театром команде пока не хватает хорошо поющих артистов. И этим новосибирский мюзикл, поставленный в репертуарном драматическом театре, серьезно отличается от лучших подобных отечественных проектов. Алексей Кудинов, Павел Мирошников, телестанция «Мир».